В этом году коммерческий Рено Кангу сменил поколение. При этом французы, мягко говоря, удивили перевозчиков. У новой машины по правому борту боковые двери, сдвижная и распашная, открывают проем без центральной стойки. В итоге для погрузки багажа открывается полутораметровое пространство, а называется хитроумная система OpenSesam, то бишь Сезам Откройся. Вторая инновация – стеллаж для длинномеров под потолком. Другое любопытное решение – багажные рейлинги со встроенными поперечинами. Их можно разложить без использования какого-либо инструмента, а максимальная нагрузка составляет внушительные 80 килограммов. Вдобавок отметим износостойкую обивку, усиленную звукоизоляцию, а также возможность организовать настоящий мобильный офис. Для этого есть складной столик, беспроводная зарядка смартфонов, плюс несколько розеток. Моторов пять, пара версий бензиновой турбо-четверки, что знакомо россиянам по Аркане и Дастеру, а также троицы дизелей одного объема. В продажу сначала пошли стандартные и длиннобазные фургоны, а позже подоспели пассажирские версии. Последние хвалят за просторный пятиместный салон, удобные доработанные кресла и множество отсеков для хранения вещей. Плюс, разумеется, смена поколений принесла модели современную ассистирующую электронику. Все эти нововведения не остались без внимания авторитетного жюри, которое признало Рено Кангу лучшим минивеном года. Таким образом, новый Рено занял первое место среди 14 легких коммерческих автомобилей от 11 брендов. Сказав про дизельные и бензиновые версии Рено Кангу, мы сознательно умолчали об электрической, что дебютировало буквально только что. При том, как уточняют представители марки, по своим грузовым возможностям батарейная модификация повторяет обычные. В движение такой фургон приводит 120-сильный электромотор, запитанный от аккумулятора емкостью 45 кВт-часов. Заявленный пробег на одной зарядке достигает 300 км, причем по честному циклу WLTP. За доплату новичка можно оснастить устройством, позволяющим заряжаться от сверхмощных 80-киловаттных станций. В этом случае заправить Кангу электричеством на 170 км пробега можно всего за полчаса. Кроме того, в новом поколении инженеры отказались от дизельного отопителя. В итоге за обогрев салона теперь отвечает электрический тепловой насос, а за охлаждение — продвинутая система кондиционирования. Продолжение следует...